Десятая часть 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 Боже, пусть взгляд наших сердец будет сфокусирован на Тебе Господь, пусть ничто не мешает нам сегодня поклоняться И познавать истину, которая делает нас свободными Во всех сферах жизни Боже, мы приглашаем Тебя, Господь Будь с нами, говори к нам, формируй То Слово, которое Ты приготовил с неба, Господь Под нашей ситуацией, под наше восприятие Во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя, Царь, Царей, Господь, Господь Аллилуйя Весь народ Божий Ты скажет Аминь Давайте Вы зададим Ему славу Аллилуйя Присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии И я также хочу поприветствовать всю нашу большую семью Под названием Посольство Иисуса Потому что большинство людей, они смотрят нас по домам Онлайн Поэтому не переживай Мы все равно семья Не важно, что ты дома или ты здесь Мы все равно семья Может быть, ты проходишь какие-то трудности Не переживай, ты в семье Может быть, ты сейчас говоришь А я с вами не согласен Ну и что? Потому что мы все равно семья И поэтому, друзья Конечно, безусловно, в любой семье Любая семья переживает разные процессы Вообще Мироощущение, что ли, можно так назвать Но ты знаешь, никогда не выпадай из семьи Что значит быть в семье? Это значит быть в процессе, друзья В процессе единства В процессе братства И когда мы с вами Даже независимо от положения, расстояния Или дома или ты Мы все равно чувствуем себя Всегда в семье Потому что Церковь Посольство Иисуса Это не просто какая-то организация Или то, что можно пощупать Это прежде всего, конечно Мы в духе Аминь, церковь Ну так или нет? Мы же духовные Евангелие духовные Бог, он еще и дух Аминь Ну так или нет? И поэтому Царство Божье, оно духовное А мы Как церковь Как часть Царства Божьего Поэтому я рад вас приветствовать И все, кто присоединились Пожалуйста, если ты присоединился Впервые Вообще Напиши в чат, пожалуйста Впервые Если ты первый раз Присоединился К нашей трансляции Нашего с вами богослужения Если также люди, которые здесь Присутствуют Если ты в первый раз Подними, пожалуйста, свою руку Если ты пришел в первую О, слава Богу Да не одна Три Аллилуйя Это сегодня Точно Проповедь для вас Итак, друзья Конечно, безусловно Мы с вами Переживаем какие-то процессы Переживаем Неудобства В том числе И тем не менее Вы знаете Даже для проповедника Оказывается Сейчас Есть новый вызов Да Мы все Мы все с вами Сидим Вот здесь Кто сидит В масках Да И поэтому Порой даже не видишь Улыбки Не видишь Вообще какой-то Порой даже Мимики И это иногда Наталкивает На такой вызов С другой стороны Поэтому Вспоминается Вот эта фраза Из фильма Белое солнце пустыни Гюльчатай Открой личика Одна женщина Только почему-то Смеялась Друзья Поэтому Когда У меня сейчас А еще второй вызов Он состоит в том Что мне приходится Смотреть в камеру Чтобы те люди Которые смотрят Дома у себя Дома По домам Они как-то Привлечь их внимание И в то же время Мне нужно смотреть В зал Поэтому я как-то Буду по очередности Смотреть Поэтому и те И те Не обижайтесь Да И я смотрю Вот слава богу Вообще Из всего Друзья Вот порой Дьявол рисует нам Какую-то негативную Картину Но ты смотришь Несмотря на это Все-таки У нас продолжаются Какие-то Мероприятия Да Школы И курсы Вот пара выходила Она Свидетельствовала Как вот они Проходят Они жених и невеста Я сижу Смотрю и думаю Слушайте А вот раньше Невест по крайней мере Выбирали в деревнях После бани То есть Сидели И невесты Которые шли Девушки После бани То есть без Собственно говоря Макияжа Да И вот они Смотрели Какая красивая А сейчас как быть В маске Ты представляешь В маске Это новый вызов Для молодежи Поэтому еще Все правильно Благодарение Друзья Пожалуйста Кто нас смотрит Сейчас В чат Напишите Что для вас Слово Благодарность Пожалуйста Напишите В чат Кто как понимает Слово Благодарность И вы знаете На самом деле Друзья Это Когда я размышлял Готовясь к этой проповеди Я просто Думал Вообще Что такое Благодарность Вообще Как таковая Из Библии И прежде чем Увидеть перспективу Благодарности Или плоды Благодарности Нужно сначала Заглянуть Что приносит нам Неблагодарность Правда же Потому что Если ты Не увидишь проблему Ты не захочешь От нее избавиться Ну так или нет Почему данные Были заповеди Десять заповедей Да потому что Друзья Написано что Заповедь Она открывает грех Она проливает Свет на грех Почему Потому что Если бы вообще Не было заповеди Люди бы Жили как просто Звери И не понимали Что плохое Что хорошее От чего надо освободиться От чего не надо освободиться Ну так или нет Или что надо приобрести А что не надо приобрести И Писание говорит о том Что Второе Тимофеев Третья глава Говорит очень четко О последних временах И там перечисляются Вот именно Признаки Последнего времени Времени Какие качества Или В каком мышлении Будут ходить Люди В последнем времени И Библия говорит Смотрите Знай же С первого стиха Третья глава Второй Тимофеев Первый стих Знай же Что в последние дни Наступят времена тяжки И все Ух Сразу Но чтобы у тебя не было Такой реакции Нужно просто знать Что По сути Нас ждет Или с чем мы можем столкнуться Вооружен Значит Вернее Информирован Значит вооружен Так ведь Написано Потому что Благодарен Что Бог Второй Тимофей Я уже сказал Приехал И там И там везде Весь обслуживающий персонал В масках И вот эти пацаны Бегают Ну я имею ввиду Турки Они бегают Со столов Убирают Потеют Просто И я смотрю Реакцию 90 Я не знаю Ну правда 9% Ну что что уловил Мой глаз Люди Даже не сказали им Спасибо Слышишь И там сейчас Раздают еду Ее Не раньше Ты ее накладывал А сейчас В силу пандемии Ее дают И очереди выстраиваются И знаете Я что-то начал делать Я начал благодарить Поваров Там иногда повар выходит Но я так По сути тоже По своей Первой профессии Повар И я просто Прихожу и говорю Спасибо Слушайте Было так здорово И так далее Я смотрю У людей Они чувствуют Когда их благодарят Создается такая Атмосфера хорошая Я понял Что когда ты благодаришь Двери Они вот так открываются Вы знаете И там очередь И мне уже машут там Эй Давай Иди сюда Без очереди Типа Я уже думаю Да ладно Почему? Потому что Пацанов вот этих Которые Они быстрее приносят Мне сок За ужином Быстрее Чем кому-то другой Почему? Потому что Я их до этого Поблагодарил Слышите? Я говорю Слушайте Я вижу Как вы просто Потом исходитесь Там и так далее Вам маски Ну спасибо вам И так далее И вот К чему я говорю Где-то на пятый день Обязательно появляться Я не знаю Может это со мной Так происходит Сидит со мной рядом Вечером Мужик чуть-чуть Такой подвыпивший Видимо бизнесмен С элементами Какими-то Атрибутиками Бандита Почему? Потому что Золотые часы Такая вот цепь С двумя В два пальца И вот это вот Выражение Не просто обращение А когда тебе обращается И вот такое слово Слышь Я сначала думаю Может не мне Я говорю Вы мне? Да Слышь Опять Я думаю Слушайте Вот это слово Слышь Это не то Чтобы ты прислушался А это уже вызов Брошенный Тебе как бы В конфронтацию Я говорю А что произошло? Он говорит Ты что здесь? Особенный что ли? Я говорю За тобой Смотри Вот уже Пять дней Ты что-то общаешься Тебе там что-то без очереди И так далее Ты что? Я ему просто говорю Послушай Я говорю Потому что я научился В своей жизни Просто благодарить людей Пусть просто быть благодарным И вы знаете У него возникло Такой Бунт что ли Я ему еще Вот это местописание Ну Искал что Я говорю Вы знаете В Библии написано Такой За все благодарить Я говорю Вы знаете На самом деле Благодарность Очень много Открывает дверей И он мне тогда Такую вещь сказал А за что это я должен Им еще говорить Спасибо Я заплатил И вот это вот слово Я заплатил Я говорю Да Ты заплатил за путевку Но ты не купил отношения Автоматически Вот и все И так Вот иногда у нас И меня потом После этого диалога Я просто Начал размышлять И вот так же часто Люди Когда приходят к Богу Или они говорят Что они верующие Они как будто Думают Что они заплатили Знаешь За что-то Заплатили своим присутствием Или еще Какие-то вещи Но Благодарность Это то Что нужно вырабатывать Друзья Аминь И я вычленил Три основных Как бы Области Где мы должны Научиться Быть благодарными И первая Это область Самая такая Простая Самая такая Очевиднейшая Это Человеческий Да Человеческая область Сфера Отношений Между людьми Вы знаете Самые неблагодарные Знаете Кто у нас Дети Дети маленькие Они самые неблагодарные Почему Потому что Их приходится приучать Говорить спасибо Правда же У У кого-то есть дети Друзья Ты же говоришь Вот ты заметил Когда Кто-то приходит В гости Дает подарок И ребенок раз молча И уходит И родители говорят Скажи спасибо Почему Потому что Это не дано нам От рождения Это то Что нужно Прививать Это то Что нужно Культивировать Ну так или нет Вот и все И когда мы Приучаемся Быть Благодарными Друг Другу И я хочу Сказать Что Будь Благодарен Людям Которые Вы знаете Недавно Общался С некоторыми Людьми Я говорю Слушай А что ты не приходишь В церковь Он говорит А я приткнулся Я говорю А что ты приткнулся Да вот со мной Там не поздоровались Банальные фразы Со мной не поздоровались Или Со мной кто-то Так-то поступил Я говорю Подожди Подожди Но ведь Есть Еще Кроме этого человека Еще 500 человек Почему ты Воспринимаешь Вот это приткновение А то Церковь же Это не одна личность Есть куча людей Ну не куча Извините Есть Много людей В церкви Которым Ты все равно Как-то так или иначе Был благодарен Поэтому Вспоминай лучше В трудные времена Как кто-то Поучаствовал В твоей Жизни Знаешь Когда у тебя приходит Вот искушение Я не знаю Приткнуться Или еще что-то Знаешь Что сделай Заведи альбом Вот альбом Когда открываешь Десять лет назад Пять лет назад У тебя такое чувство Хорошее Правда же Ты говоришь Ох Слушай А помнишь вот этот вот Да А помнишь вот этой ситуации Да И ты Слушай Ну И у тебя Сердце наполняется Ты же не открываешь альбом плохо было? Нет. Ну так или нет? Вот поэтому наш пастор и говорит, давайте просто сделаем музей церкви посольства Иисуса, чтобы ты когда смотрел на те вещи, которые были тогда, даже ты в трудные времена, может быть, сейчас проходишь, и ты смотрел и думаешь, слушай, так здорово, помнишь, вот этот у участвовал в моей жизни, вот этот что-то принес в мою жизнь, ты здесь. И в другую сторону, друзья, на самом деле, когда в человеческом взаимоотношении есть какие-то трудности, то когда мы что-то делаем, когда мы что-то делаем для людей, мы иногда не получаем то, что мы ожидаем. Мы думаем, что нас поблагодарят, но ведь не всегда есть в нашей жизни вот такая реакция, бывает и не благодарят, и мы так сильно огорчаемся, и мы начинаем, вот почему меня не почтили, почему мне не дали благодарность или не сказали спасибо. Вы знаете, Писание нам говорит здесь, и оно нас предупреждает, а больше того, оно нас защищает. Это Колоссянам 3 глава с 23 по 24 стих, там написано «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вот вы знаете, дух Библии как будто противостоит вот этому духу неблагодарности. С одной стороны написано, что люди будут в последние времена неблагодарны, и Библия противопоставляет сразу же вот этому духу неблагодарности. За все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья. За все, значит за все. Аминь. Смотрите, в переводе современном написано так, при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что именно в этом состоит воля Божья. Вы Иисусе Христе для вас. Ты знаешь, иногда люди говорят, в чем воля Божья? Вот это самый основной вопрос у верующего. Господи, покажи мне волю Божью. Бог говорит, научись благодарить. Ты здесь? Он говорит, научись благодарить за все. Вот сначала это исполни. Вот пусть у тебя выработается внутри вот эта то самая атмосфера благодарности или стиль жизни. Вот первонаперво воля Божья о вас, чтобы ты был благодарен. Почему? Потому что Бог знает, когда ты выработаешь вот этот момент благодарности, благоухание благодарности, состояние твоего сердца, ты будешь во все времена стабилен. Дьявол просто, он не сможет тебя сбить с толку. Почему? Потому что ты благодарен в любое время. И здесь? Второе. За что мы должны, точнее, при каких обстоятельствах мы должны благодарить Бога? Это в трудностях. Или в проблемах. И вот здесь, друзья, начинается самое интересное. Вот здесь существует тонкая-тонкая грань между здравым смыслом и сумасшествием. Ну, правда, когда ты смотришься с человеческими глазами, ты просто думаешь, подожди, пришли трудности, пришел какой-то вызов. Почему я должен благодарить за это? Вы знаете, Иакова, в Иакова, в первой главе, во втором стихе написано, с великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, ну, или испытания. И написано, зная, что испытания нашей веры, что производит? Терпение, все правильно. Как воспитать терпение? Ну, как его испытать? Как его воспроизвести? Как его натренировать терпение? Только через провокацию. Ну, так или нет? Ты не можешь сидеть, а я терпеливый. Нет, терпение выработается тогда, когда придет трудность. И я раньше, когда читал, я думал, слушай, с Иаковом что-то не то. Почему? Потому что написано, с великой радостью, то есть, приходят проблемы, ты, ха-ха-ха, смеешься. Нет. Он говорит, с великой радостью, это значит ожидать, что Бог тебя к чему-то готовит. Это не одно и то же. Вдруг мы, когда ты во Христе Иисусе, и приходит проблема или вызов в твоей жизни, это лишь является спортзалом для того, чтобы ты стал сильнее и одержал победу. Почему Иаков так сказал? Потому что он понимал сердце Божье. Потому что Бог, он у нас в прошлом, в настоящем и в будущем. Правда же? Вот, друзья, знаете, у Бога нет времени, Он живет вне времени. Поэтому Он как в твоем настоящем, так в твоем и будущем. И поэтому, когда ты знаешь, что мой Бог, Он Бог в моем будущем, то когда приходят какие-то обстоятельства в жизни, когда приходят трудности, ты говоришь, Господь, я благодарю Тебя, потому что это для меня не конец, это для меня подготовка к моей победе. Ты здесь? Ну так или нет? Так кивает. Руку хоть подними. Слава Богу. И смотрите, что происходит, друзья. На самом деле, когда ты тренируешься, знаете, мне нравится вот эта иллюстрация. Я помню, какой-то фильм был, и там так эффектно спортсмен, значит, я не знаю, боксер или кто-то бил по груши. И у него так все получалось, просто он так был эффективно, так стукал, и у него техника была, и все, и с виду так было эффектно. И проходит его тренер и говорит, ты здорово делаешь, ты правильно бьешь, но одна проблема. Груша не может сдать сдачу. И вот ты знаешь, в нашей жизни, вот так же и мы с вами порой думаем, мы такие классные, мы такие умные, мы все знаем, мы способны. Но жизнь иногда дает сдачу. И вот здесь, прославишь ли ты Бога или нет? Помните, Писание говорит, книга Иова, когда мы читаем первые страницы книги Иова, я помню, наш пастор проповедовал несколько воскресений назад об этом. Вот об этом диалоге, когда Иов, он был праведный, богобоязненный, он был обеспеченный, и пришел сатана и сказал, по сути, он бросил вызов Богу. И там диалог, как будто в духовном мире происходит, когда Бог говорит, смотри на Иова, какой он богобоязненный и верный мне. И что сказал сатана? Вот этот диалог, он очень тонкий, он говорит, ха, другими словами, так даром ли, богобоязненный Иов, ты окружил его всем, а вот забери и тогда посмотрим, там нагрузка смысловая, будет ли он благодарен тебе. Слышишь? Я, конечно, не хочу попасть на страницы Иова, но тем не менее, потом все закончилось хорошо. Почему? Потому что Иов все равно, он сказал такую фразу, когда жена начала уже роптать, он сказал, мы принимаем доброе, зловое не будем ли принимать? То есть, другими словами, что, слушай, да во все времена я благодарен Господу, я не знаю, что происходит, я не знаю в этот момент, что такое, я не понимаю, почему так сложились обстоятельства, но я знаю точно, что Бог рядом со мной. Писание говорит, не оставлю и не покину тебя. Ты здесь? Вы знаете, я всегда как-то привожу, к примеру, вот у меня младший сын, он занимается футболом, я всегда часто прихожу на тренировки, как отец, чтобы он понимал, что я как-то, ну, поддерживаю его, что ли. И я вижу, как ему какие-то вещи сложно даются. Он там может травму получить, тренер его как-то вот, ну, кричит на него, что-то там ему не нравится, как он играет или он какое-то упражнение выполнил. И мне, как отцу, так хочется вот просто залезть в этот процесс, прийти, взять его за руку, своего сына и сказать, все, я люблю тебя, не надо тебе никакие трудности проходить, все, давай, мне больно на это смотреть. Я так не делаю, потому что я понимаю, что я в будущем просто наврежу ему. Почему? Потому что не важно, как я, ну, то есть, не то, что не важно, а я своего сына люблю, но я понимаю, вот без этого процесса боли, тренировки, из него не вырастет сбалансированной личностью. Вы знаете, почему мажоры такие неблагодарны? То есть, мажоры это человек, которым удалось от родителей, вот упало все. Да потому что нету ничего, то, что они выстрадали в своей жизни. Поэтому они неблагодарны. Поэтому мажоры, они такие некие гордецы, у них нету чувства какой-то вот, знаете, взаимопомощи и так далее. Они горды. Почему? Потому что все легко далось. Слышишь? И вот, вы знаете, и я смотрю, вот часто, Бог, ты думаешь, когда ты проходишь трудности, и когда тебе тяжело, Бог не хочет вмешаться, что ли? Да хочет он, потому что любит тебя. Но он допускает какие-то моменты в жизни для того, чтобы ты укрепился, чтобы потом, когда свалится на тебя благословение, ты мог воздать славу Ему, сказать спасибо тебе, Господь. И чтобы эти благословения не вынесли тебя за борт жизни. Вот и все. И поэтому Бог готовит тебя. Ты здесь. И когда ты, вот, знаешь, часто мы оказываемся на жертвеннике. Знаешь, на жертвеннике. Какая-то сфера нашей жизни. И мы так хотим эту жертву сорвать. Потому что больно, потому что дымит, потому что еще что-то. Ты знаешь, ну это не замен... Это процесс, который должен пройти каждый человек в жизни. Друзья, аминь. Потому что Бог, Он Отец. И чем отличается, вы знаете, быть сыном или гостем в доме отца? Процессом воспитания. Больше ничем. Гостю ты не можешь... Гостя ты не можешь, точнее, вовлечь в процесс воспитания. Так ведь? У тебя власти просто нет. Ну, он так и останется гостем. Гость никогда не будет наследником. Представляешь, к тебе в гости приходят и говорят, слушай, я хочу подписать тебе наследство, а не своим детям. Так никто не делает, но так или нет? Ты наследство подписываешь кому? Своим детям. Но так или нет? Членам семьи. Поэтому, если ты хочешь разделить наследие, Божье добро пожаловать в процесс. Аминь. И в процесс в том числе пустыни. Потому что, вы знаете, когда ты читаешь Евангелие от Матфея, первые три главы. Первые три. Третье заканчивается тем, что небеса были открыты, Иисус крестился водно. Приходит четвертая глава. И Духом Святым был возведен в пустыню для испытания. То есть, говорит, вопрос, а зачем? Да чтобы потом, чтобы стать сильнее. Аминь. Чтобы было, как говорится, все по-честному. Ну так или нет? И третье, друзья. Третье, за то, за что мы должны выработать благодарность Богу. Это третье, третий пункт, он примерно звучит так. За то, чего еще пока нет. Друзья, когда мы начинаем благодарить Бога за то, чего еще пока нет в твоей жизни. Мы начинаем говорить на языке веры. Слышишь? Потому что Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Вера же есть осуществление ожидаемого. И что? Уверенность где? То, что мы видим? Нет. То, что мы пощупим? Нет. Уверенность не видим. И когда ты благодаришь Бога за то, пока чего не существует в физическом мире. Бог начинает осуществлять то, что Он задумал для твоей жизни. Ты здесь? Когда ты начинаешь... Вот это вот самая, наверное, форма высшая благодарения. Когда ты благодаришь Бога, спасибо тебе, Господь, что я уже имею. Или ты пришла болезнь. Что ты говоришь? Ты говоришь, спасибо, Господь, что ранами Иисуса я уже исслен. И что происходит? Когда ты благодаришь, ты другими словами, из духовного реализуешь физическое через благодарение. Благодарение веры. Слышишь? Исекиев 37 глава. С первого стиха там написано. И когда на мне была рука Господа, я увидел поле что? Сухих костей. Ничего. Засуха. И что сказал Господь? Ты видишь это обстоятельство? Ничего. Никакой перспективы. Все мертвое. Да, вижу. Господи. Из реки пророчества. Друзья, что такое пророчество? Пророчество в переводе означает говорить вслух. И когда ты начинаешь говорить вслух, то есть ты высвобождаешь силу. Когда ты пророчествуешь, когда ты благодаришь Бога. Можно кто-то вот выйдет? Поэтому, дорогой друг, если у тебя в жизни какое-то обстоятельство, или нет ничего, или безнадега, знай, начни благодарить Бога за те вещи, которых нет. Я не могу жениться или выйти замуж. Начни благодарить Бога, что для тебя приготовлено. У меня не могу найти работу. Благодари Бога. Потому что Бог, Он способен сделать из ничего материю. Почему? Потому что, когда мы читаем Писание, Евангелие, когда Иисус накормил хлебами пять тысяч человек. Откуда Он хлеба-то брал? За сцену, что ли, забегал? Фокусы делал? Нет, там ничего не было. И из ничего появлялась материя. Поэтому, если ты хочешь в чудо, благодари Бога уже сейчас. И Бог будет ткать материю в твоих обстоятельствах или в твоих сферах жизни. Это и называется чудо. Ты здесь. Еще один принцип, друзья, и я буду уже заканчивать. Когда ты начинаешь благодарить Бога, когда еще ничего нет, ты начинаешь провозглашать Его законы, которые зачастую действуют против закона природы. Ну вот я уже вам сказал один пример. Да? Смотрите, что происходит. Писание говорит Римлянам 8 глава. Первый стих. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, не по плоти. То есть не человеческими порой сил, но по духу. И дальше написано. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть там описано два закона. Божий закон и не Божий закон. И какой-то закон должен быть сильнее, но так или нет. И что происходит? Вы знаете, друзья, я просто наткнулся на одно размышление. Как взлетают самолеты? Я раньше реально думал, что самолеты взлетают исключительно из-за скорости. Нет, скорость важна. Но недавно я просто смотрел в интернете, как была поставлена скорость здесь на Земле. И она превышает, по-моему, 1300 км в час. И показано вот в виде ракеты. Несется по пустыне машина. Ну, если можно так ее назвать, конечно, машина. И она несется. И она даже преодолела сверхзвуковой барьер. Я наткнулся. Я думаю, подождите. Так. А что ж она не взлетела-то? То есть скорость настолько сильная, и она все равно не взлетела, не оторвалась от Земли. И я наткнулся на очень глубокое откровение. Крыльев нет. Слышите? Крыльев нет. Оказывается, самолет, которому нужно взлететь, нужна скорость всего лишь примерно 250-300 км в час. Это в 4 раза меньше, чем та машина, которая поставила рекорд на Земле. Вопрос в крыльях. Вы знаете, когда самолет начинает разрезать поток именно из-за крыла, крыло дает ему подняться. Потому что закон, есть закон притяжения. Такая махина, она не может взлететь. Но действует другой закон. Оказывается, под крылом создается давление. И давление поднимает самолет в воздух. А не только скорость. Скорость это всего лишь такая некая предтеча, что ли, к взлету. И поэтому, когда, например, я понимаю, что у меня в финансах какие-то проблемы, я включаю закон Божий в своей вере. Какой? Когда я даю десятую часть, небо открывается. И закон вот этого, как сказать, проклятия, да, дырявого кошелька, он не имеет надо мной никакой силы. И мой самолет финансов поднимается. Ты здесь? Поэтому, друзья, есть обетование. Это Исайя. Это Исайя. Злава 40, 31 стих. Написано. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Как? Смотрите. Поднимут крылья, как орлы. Друг мой, может быть, ты сейчас набрал такую скорость, то есть усилие. У тебя скорость, ты, но никак не взлетешь над своими обстоятельствами. Никак у тебя не перевернется вот этот закон. Крылья расправь. Что такое крылья? Это благодарность. Слышишь? У меня есть вера, у меня есть обетование. Включай благодарность. Поднимай крылья. Написано, как орлы потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Послушайте, орел, здесь не зря, именно это птица. Орел, что он делает? Парит. Послушайте, ему не надо порой махать крыльями, как, я не знаю, калибри. Птичка такая, калибри, она махает очень часто, у нее частота крыльев очень высокая. Представьте себе, орел бы так работал. Ты когда-нибудь видел в жизни плотного орла? Я нет. Вы, наверное, тоже, друзья, не видели плотного орла. Потому что это не его ДНК потеть. Его ДНК парить. Почему? Потому что его дело только крылья расставить. И законы уже другие, которые держат его, они работают. И вот так же, друзья, когда мы начинаем хвалить Господа, когда мы начинаем, когда еще ничего нет. И мы говорим, Господь, я благодарю Тебя, что я имею это уже сейчас. Духовный, я ожидаю. Ну где твой муж? Идет, все нормально. Когда ты приходишь на автобусную остановку, ты же не плачешь и не сокрушаешься от того, что автобус не придет. Придет. Слышишь? Только стой на остановке. Ну так или нет. У тебя сейчас трудность может быть. У тебя сейчас, может быть, ты стоишь перед вызовом. Может быть, ты внутри огорчен. Не переживай. Поднимай крылья. И закон обиды поменяется на закон благодарности. Потому что закон во Христе Иисусе, он сильнее. Слышишь? Все тебе говорят, невозможно. Не получится у тебя. Все пробовали. Не получится. А ты говоришь, а я крылья поднимаю. И у меня будет все хорошо. Вот почему? Потому что я знаю, что вы живете по человеческому суждению. А я живу по Божьему рассуждению. И Божье рассуждение, оно гораздо сильнее. Потому что там совсем другие законы. Вот поэтому, знаете, иногда быть, когда есть местописания, которые по человеческому рассуждению, они нам не нравятся. Написано, лучше вам оставаться обиженным. Если тебя обидели, мы поблагодарили. То Библия говорит, лучше тебе оставаться обиженным. Почему? Потому что, когда ты принимаешь это решение, не бороться своими силами, приходит что? Божье Сествие. Божье, фух, которое поднимает тебя. Потому что, когда ты на стороне Иисуса, то законы там сильнее, чем законы, порой, придуманными людьми. Ты здесь? Но я не говорю тебе о том, что... Писание также нам говорит, все делайте как от души, как для Господа, а не для человека. Это не говорит о том, что все, я теперь для Господа живу, люди мне не нужны. Нет. Бог говорит, в твоем сердце должен быть приоритет, когда ты делаешь для Господа. Потому что будут времена, когда тебя не похвалят, когда тебя не поблагодарят, когда тебя даже обидят. Но когда ты делаешь для Бога, работаешь ли, служишь, общаешься со своей женой, как для Господа, то включаются вот эти сверхъестественные законы, которые поднимают твой самолет. И когда ты над обстоятельствами, как орел, когда ты смотришь, знаешь, сверху как-то лучше видно, да? Сверху как-то лучше разобраться. Даже сверху выигрывается война, то есть, когда самолеты бомбят сверху, это даже выигрышное... Поэтому, если ты в какой-то войне, поднимись, начни бомбить там, там виднее, куда нужно стрелять. Ты здесь? Давайте поднимемся. Поэтому, друзья, я хочу, конечно, вначале обратиться к тем людям, которые смотрят нас сейчас онлайн. Ты впервые подключился. Пожалуйста, не отключайся, потому что сейчас будет очень важная законченность, ради чего это вся была проповедь и собрание. Если ты хочешь, чтобы в тебе, в твоей жизни, в твоих сферах жизни работали сверхъестественные законы, и твой самолет не падал, а взлетал вверх, чтобы ты понял, что такое поддержка Божья, то, конечно, безусловно, тебе нужна сила Божья. А где взять эту силу? А сила Божья, она в том, что Иисус Христос, Он умер за каждого из нас, пролив свою кровь, чтобы вопреки законам здесь, вопреки мнению людей, ты пошел на небеса из-за крови Иисуса Христа, и из-за того, что действуют другие законы, законы воскресения. Послушай, воскресение – это не одно и то же, что рождение, потому что родители, они родили нас, но надо, чтобы мы еще и воскресли со Христом. Когда мы принимаем Его в свое сердце, мы воскрешаем жизнь вечную, потому что что толку, если ты проживешь здесь, но попадешь в ад? Что толку тогда твоя жизнь? Но и в другую сторону. Когда понимаешь, когда принимаешь Иисуса Христа, приходит надежда. Друзья, я помню, в моей жизни вообще была безнадега. Ни один врач мне не помог, когда я был наркоманом. Ни одна больница, ничего, ни друзья, ни родители, ничто. Ни я сам себя не мог помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова